Здравствуйте! В эфире информационная программа Вести Магнитогорск в студии Пётр Хатенов. В этом году российская журналистика отмечает свой 300-летний юбилей в рамках программы празднования 300-летия российской журналистики, подготовленной Министерством по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации. В центральном выставочном зале Манеж проводится художественно-публицистическая выставка под общим названием «300 лет российской журналистики. 300 лет российской истории». Её организация поручена агентству ИТАРТАС. В рамках работы выставки 24 сентября пройдёт день средств массовой информации Уральского федерального округа, где примут участие и магнитогорские журналисты. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Пётр Латышев, подчеркнув информационное, культурное и политико-социальное значение выставки, отметил, что она даст импульс к дальнейшему развитию средств массовой информации, укреплению единого информационного и политического пространства. С 1 июля 2003 года вступили в силу новые правила пожарной безопасности в учреждениях с массовым пребыванием людей. В том числе и в школах. И перед началом нового учебного года пожарные инспекторы проводят активную работу по проверке учебных заведений города на предметы их готовности к противостоянию огненной стихии. Магнитогорск, к счастью, эта горькая чаша миновала. Но известно, пожар как болезнь. Легче предупредить. Среднеобщеобразовательная школа номер 6. План эвакуации учащихся и сотрудников при пожаре, огнетушитель, наглядная агитация. Всё на своих местах. Пожарная сигнализация в рабочем состоянии. К началу учебного года выполнены все предписания пожарной части. А как на практике? Сигнал пожарной тревоги, не отличающийся, впрочем, от обычного звонка и никакой паники. Кстати, как нам объяснила инспектор пожарной части номер 25 Галина Яговитина, отсутствие паники – главное условие реальной, а не учебной эвакуации. Учащиеся в сопровождении учителей организованно выходят из здания школы по маршрутам, предписанным инструкцией. Последним, как капитан корабля, школу покидает директор. Чёткие и слаженные действия коллектива – не парад. В течение года с учащимися регулярно проводятся занятия, беседы. Те вещи, которые у вас есть в классе, забрать с собой, то, что успели, в раздевалочку никто не забегает. И организованно, помогаем друг другу, помогаем друг другу эвакуироваться. Никто не толкается. Организованно, старший помогает младшим. Учебные пожарные тревоги для школ города – не редкость. Они регулярно проводились каждые полгода. А по решению городской межведомственной комиссии по пожарной безопасности, теперь плановая эвакуация во всех школах города будет проводиться раз в квартал. Наша практика показывает, что без ущерба, без вреда для своего здоровья, человек может находиться в задымленном помещении не больше 4-5 минут. Именно вот на это направлены тренировки учащихся в учебных заведениях школ. Наша задача – в случае возникания пожара в учебном заведении, эвакуировать учащихся за минимальное время с минимальным ущербом для их здоровья. Руководством школы продуманы детали эвакуации в зимнее время. Если учащиеся не успеют взять одежду, их готовы принять соседняя 56-я школа и общежитие МАГУ. Сегодня каждый руководитель образовательного учреждения проникнут особой ответственностью за жизнь и здоровье детей. Большое внимание уделяется противопожарной безопасности. В школе разработана система, комплексная система мер по противопожарной безопасности. Охвачены все слои населения – родители, бабушки, дедушки, дети, педагоги. В школе есть дружина пожарная, добровольная пожарная дружина из педагогов и из учащихся. Каждый член дружины знает обязанности, знает, как себя вести в сложной ситуации. Дети знают, что нужно делать, если прозвучит сигнал тревоги. Вся эвакуация заняла сегодня 4,5 минуты. Думается, что учеба не окажется бесполезной, и в минуту опасности не растеряются ни дети, ни педагоги. Хотя, конечно, еще больше хочется верить, что это как раз те знания, которые никогда не понадобятся. 9 и 10 сентября в правоохранительные органы Магнитогорска поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в школе номер 59. В поимке злоумышленников правоохранительным органам редко сопутствует удача, и шести случаев раскрывается только один. И хотя борьбе с телефонными террористами сегодня уделяется особое внимание, главным условиям безопасности по-прежнему остается бдительность и внимание. Признаюсь, мы идем на откровенную провокацию. В курсе наших действий только руководство УВД и ФСБ. У меня в руках вещь довольно-таки безобидная. Это аккумулятор от видеокамеры, севшая батарейка, игрушечные часы и пришедший в негодность конденсатор. Но, согласитесь, выглядит довольно устрашающе. А за моей спиной объект, в принципе, стратегический, железнодорожный вокзал. В 13.05 по местному времени выдвигаюсь закладывать подозрительный предмет в непосредственной близости от центрального входа. Внимание обращают лишь вездесущие таксисты, и те посмеиваются. Действую открыто и, облегчая задачу бдительным землякам и гостям города, оставляю подозрительный предмет посреди тротуара. Реакция на экране, как говорится, без комментариев. 13 часов 9 минут. Появляется милицейский патруль, обходящий территорию вокзала. Приближаются и... Нет, не проходят мимо. Заметили все-таки подозрительный предмет, отреагировали, в общем-то, быстро и адекватно. Чтобы не допустить дальнейшего развития ситуации, раскрываю карты, предъявляя редакционное удостоверение. Мне в корректной форме предлагают пройти в дежурное отделение линейной части, где в высшей степени корректно объясняют, что съемки такого рода надо согласовывать. Согласен полностью, но почему-то в памяти всплывает. Завтра в 5.30 утра будет неожиданная боевая тревога. Подъем в 5.00. Следующий объект. Не стратегический, но городской дом творчества, сами понимаете. Схема действий примерно та же, только замеченный и я, и предмет были практически сразу. Молодой человек даже воспользовался своим мобильником, чтобы, наверное, вызвать милицию. А дежурное дома творчества вызвать вот-вот собиралось. Но автор ей доходчиво объяснил, что учения идут. К сожалению, большинство людей в кадре легко проходили мимо нашего действительно вызывающего подозрения устройства. А ведь не зря придумано, что бдительности не бывает слишком много. Инструкции по предотвращению терактов не висят разве что в сортирах. Для тех, кто их не читал, напоминаем. Гораздо легче, спокойнее и безопаснее, наконец, обнаружив нечто, сообщить в милицию. Пусть это будет ложный вызов, за него не накажут. А вот проходить мимо, тем более хватать в руки что-то блестящее и тикающее, нельзя ни в коем случае. Пусть это прописные истины, но напомнить лишний раз считаем своим долгом. И еще. В свое время Эрнест Хемингуэй высказал замечательную в своей фатальности и одновременно прозорливости мысль. Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит и по тебе. Вы смотрите информационную программу «Вести Магнитогорск». Исторически и географически сложилось так, что Магнитогорск с полным вправо можно назвать интернациональным городом. Из представителей нескольких десятков национальностей, считающих магнитку своей малой родиной, доминируют русские и башкиры. Блюда национальной кухни, вторых, знакомы и любимы магнитогорцами, вне зависимости от пресловутой пятой графы. А вот специализированного места, кафе, столовой, закусочной, где можно было бы отведать башкирские яства, во всем их многообразии до недавних пор в Магнитогорске не было. Подробности в следующем сюжете. За последние годы сеть предприятий общественного питания Магнитогорска динамично развивается. Сегодня в городе работают 10 ресторанов, 59 кафе, 24 бара, 9 столовых и 88 закусочных. Посещаемость зависит от места нахождения и, конечно же, от уровня обслуживания. Чебуречные, например, возле первой палатки, в среднем в сутки посещают 500 человек. Что касается нарушений, это в основном элементы низкой культуры гостей. В меню кафе предоставлен выбор блюд не только русской, но и других национальных кухонь. На улице Труда возникло еще одно кафе. Оригинальность его в том, что хозяйка решила дать башкирские названия новому заведению. Пользуясь случаем, я хотела бы, обращаясь к татаро-башкирскому населению нашего города, объявить конкурс на лучшее название. Хотелось бы, чтобы название было коротким, красивым, звучным, чтобы на языке и у русских оно было на слуху. Мне предлагают такое название, как «Алмаз», такое звучное, хорошее имя, как говорится, татарское. Можно слово «дуслык», «дружба». Кафе, конечно, будет для всех, хотя национальные блюда будут преобладать бешбармак, например, учпучмак, чак-чак и другие. В городе когда-то работала столовая Таганай. Люди ходят в кафе у Дамира, а это кафе будет третьим. Звоните в башкирскую редакцию, предлагайте название. Победителя ждет ценный подарок. 1 октября начнут работу призывные пункты города. Об этом говорилось на совещании, которое состоялось в городской администрации. Институцию Российской Федерации никто-то менял, поэтому святой долг – служить Отечеству. Во-вторых, есть федеральный закон о воинской службе и обязанности, который предписывает молодым людям приписанного возраста пройти службу. В исполнении этих федеральных законов всегда выходит постановление губернатора Челябинской области и постановление главы города о призыве на действительную военную службу. Поэтому сегодня состоится совещание, которое ставит целью подвести итоги учебного года предыдущего и нацелить и поставить цель и задачу на учебный год. В течение оставшихся двух недель продолжат свою работу военно-врачебные комиссии. Они занимаются подготовкой документов и медицинским освидетельствованием призывников. Ирина Фатеева работает в городской врачебной комиссии 8 лет. По ее словам, за эти годы значительно увеличилось количество юношей, которые получают освобождение от службы по состоянию здоровья. Ребят больных становится с каждым годом все больше и больше. Единственное, что несколько меняется, структура заболеваемости. В настоящее время растет патология органов пищеварения. Это язвенная болезнь 12-перстной кишки и хронические вирусные гепатиты. Также выявляем по психоневрологической патологии и нарушение опорно-двигательного аппарата. Сколиозы, кифосколиозы, искривленные позвоночники. К примеру, в 95-м году непригодными по состоянию здоровья к службе в армии было признано 86 человек. Сейчас эта цифра увеличилась почти в три раза. Особую головную боль и хлопоты военно-врачебным комиссиям доставляют даже не настоящие больные, а симулянты. Их число также растет не по дням, а по часам. По любой патологии можно придумать. По любой патологии. То, что не видно снаружи, можно придумать. Отношения магнитогорских парней к воинской службе неоднозначны. Нет, я не пойду. Пойдет куда делись? Я не представляю себя там. Его не возьмут в армии? Конечно. Почему? Ну, я закончил военную кафедру, пойду служить офицером. На контракт, можно еще подумать. Не знаю. Вместе с тем почетную и священную обязанность в виде статьи в Конституции Российской Федерации и соответствующей статьи в Уголовном кодексе никто не отменял. В начале сентября в Челябинске состоялся областной спортивный фестиваль среди людей с ограниченными физическими возможностями. Магнитогорская сборная завоевала самое большое количество медалей. Чемпионские достижения не остались незамеченными властями Магнитогорска. В городской администрации состоялось чествование победителей областных и городских паросоревнований. 54 медали различного достоинства. С таким результатом с Челябинского фестиваля спортинвалидов вернулась магнитогорская сборная. Из 48 команд участниц соревнований никто не смог составить достойную конкуренцию магнитогорцам. Подтверждение тому многочисленные награды и яркие победы в плавании, легкой и тяжелой атлетике. Главная наша задача не столько количества медалей, чтобы было все больше и больше год от года, хотя это само по себе является мерилом того, на правильном пути мы находимся или нет, а чтобы как можно больше людей чувствовали себя сопричастными той жизнью, которой живет город Магнитогорск прежде всего. В следующем году, по заверениям магнитогорских властей, у инвалидов появится свой спортивный центр. Будет отремонтирован городской ведомственный спортзал Всероссийского общества инвалидов. А в ближайших планах самих спортсменов принять участие в летних паралимпийских играх в Афинах, которые пройдут в следующем году в Греции. И в завершении выпуска мы еще раз напомним вам о главных событиях уходящей недели. В понедельник программа «Вести Магнитогорск» рассказывала о прошедшем накануне собрании общества крыльководов и животноводов. Вопросы повестки дня были животрепещущими, обсуждались приватизация земельных участков и грядущая газификация поселка. Городским крестьянам рекомендовано оформить все необходимые для приватизации документы к началу следующего года. Тогда же планируется и подведение ветки газопровода к поселку. Правкому Магнитогорского метизно-металлургического завода исполнилось 60 лет, чему было посвящено торжественное собрание во дворце метизников. Созданный в военной лихолете, правком метизки всегда стоял на страже интересов трудящихся. Сегодня метизный завод – дочернее предприятие ММК. Магнитогорскому лесхозу в этом году исполняется 25 лет. Силами 70 человек лесхоз обслуживает и охраняет лесные массивы общей площадью более 20 тысяч гектаров. Помимо этого в его обязанности входит поддержание в должном порядке зеленого кольца вокруг города, уход за лесозащитными полосами на прилегающих полях и озеленение самого города. Еще они снабжают горожан елками под Новый год, а селян – дровами в зиму. В воскресенье – профессиональный праздник. Если прозвучит тревога, по крайней мере ученики и педколлектив 6-й школы знают, как себя вести, что они продемонстрировали инспекторам 25-й пожарной части, которая проводила в школе плановую учебную эвакуацию. Кроме слаженных действий продемонстрирована была и противопожарная наглядная агитация, а также необходимая для усмирения красного петуха оборудование. Тяжело в учении, легко в бою. В Башкортостане введен запрет на самостоятельную продажу зерна хозяйствами. В правительстве, которое и взяло на себя несвойственные функции оптового продавца, говорят, что мера эта вынужденная и направлена на сохранение семенного фонда ИГСМ. Цыплят по осени считают семенной фонд по весне. 17 сентября журналисты и другие заинтересованные лица слушали отчет о том, как маленькие магнитогорцы отдохнули нынешним летом. Лейтмотив отчета был в целом хорошо, что сильно напоминало среднюю температуру пациентов по больнице. Особенно если учесть, что в некоторых лагерях хищения достигали таких объемов, что дети могли остаться без еды. Но были и счастливые исключения, названные в отчете лучшими. С новыми силами дети принялись за гранит науки. В Магнитогорск завезли игрушки. Да не какие-нибудь осточертевшие Барби Бэтмены, а наши, российские. Настолько эксклюзивные, что составили целую выставку в детской картинной галерее. Посетив ее, проникаешься мыслью о том, что игрушка – это очень серьезно, и это неотъемлемая часть истории, а порой сама история. За день до того, как об этом рассказали вести Магнитогорск в страховой компании СКМ, встречали десятитысячного клиента, решившего оформить полюс обязательного страхования автогражданской ответственности. Этот вид страхования распространен по всему миру, а в России и Магнитке работает всего два с половиной месяца. И никто пока по утверждению руководства компании не может четко сказать, насколько этот вид страхования выгоден для самой страховой компании. Ведь она не только собирает деньги, но и производит выплаты тем, кому положено. Несмотря на всю новизну, в Магнитке уже зафиксированы два случая так называемых подстав. По ним возбуждены уголовные дела. Будьте бдительны на дорогах. 18 сентября во Дворце культуры имени Мамина Сибиряка состоялась ярмарка вакансий. Это одна из форм работы с теми магнитогорцами, кто не работает, но очень хочет найти применение своему физическому и умственному потенциалу. Таковых в городе только зарегистрированных две тысячи. Реальных же безработных неизмеримо больше. В Башкирии готовятся к зимовке скота. Прошлогодняя безалаберность некоторых руководителей хозяйств привела к падежу скота и возбуждению ряда уголовных дел. К этой зиме готовятся более основательно. И кое-где уже перевыполнили план по кормозаготовкам. Вы смотрели информационную программу «Вести Магнитогорск». Мы желаем вам всего доброго. Впереди вас ждет прогноз погоды. До свидания. Спонсор прогноза погоды компания «Ситилинк». Прогноз погоды на 20 сентября. Ночью и днем переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью плюс 3, плюс 5. Завтра днем плюс 16, плюс 18. Продолжение следует...